Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. В сегодняшнем обзоре я проведу анализ валютного рынка, основных инструментов по валютному рынку Dixie, NZD, USD, EURUSD и FUNDOLLAR. Также посмотрим рынок металлов, золото и серебро. Я сакцентирую внимание на основных моментах, на которые стоит обратить внимание с понедельника, то есть на что стоит обратить внимание сейчас по этим инструментам, какое направление по этим инструментам текущее и что нужно еще подождать для того, чтобы можно было открывать соответствующие торговые сделки. Итак, давайте начнем с валютного рынка, индекс доллара с вами посмотрим. Ребят, по индексу доллара у нас довольно хорошая, довольно уверенная лонговая тенденция сформировалась с начала прошлого месяца, с начала месяца февраля. Импульсные уверенные движения наверх, которые показали быки в феврале, продолжились все эти импульсы и в марте, то есть в марте у нас тоже показал довольно хороший импульсный рост 7 марта. От ключевой зоны поддержки 104,10. На этот уровень, на этот откатный уровень поддержки мы неоднократно реагировали за последние несколько торговых дней по индексу доллара. Этот уровень показал свою актуальность, показал свою силу, но есть один момент, который сейчас не позволяет с текущих открывать покупки по дикси. Это локальный зажать социальный вниз, ребят. То есть сейчас мы немножечко еще зажимаемся вниз по индексу доллара. Нам нужно, чтобы это зажать социальный вниз, сломили, перекрыли лонговым импульсом. Если не будет дневного перекрытия, можно использовать часовой таймфрейм и увидеть локальные перекрытия на H1 наверх. И в таком случае дальше можно будет работать на покупку. Основной сценарий по дикси я рассматриваю лонги, я продолжаю работать в сторону укрепления доллара. На этой неделе, я думаю, что у нас сохранятся неплохие шансы для того, чтобы доллар дальше продолжил укрепляться по отношению к остальным валютам. Поэтому индекс доллара сейчас текущая локальная картина. Направление по индексу доллара у нас можно прочитать, направление у нас лонги. Но, как я уже сказала, точки входа нет. То есть нужно ждать точку входа. Точка входа на покупку будет в моем закрытом канале. То есть своим подписчикам я скажу, когда можно будет открывать лонги по индексу доллара. Также подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал, где я буду часто делать апдейты своих обзоров. Я иногда, если есть хорошая какая-то сформированная ситуация, я уже делаю апдейт по своему обзору, по своим публичным прогнозам, торговым идеям. И говорю, когда можно открыть соответствующую торговую позицию. Когда уже есть необходимая достаточно информация для того, чтобы можно было торговать в ту сторону, которую я обозначила. И, конечно же, если у нас будет происходить отмена сценария, это уже второй момент. Если у нас произойдет дальнейшее давление по индексу доллара вниз с пробитием поддержки, с закреплением ниже. И с последующим подтверждением этого шартового перекрытия в таком случае у нас произойдет отмена лонгового сценария. И будем дальше снижаться по дикси. Но, тем не менее, сейчас, на текущий момент, я думаю, что лонги у нас продолжатся. То есть лонговая тенденция, лонговое настроение у нас сохраняется. В неплохом поджатии наверх находится дикси. Поэтому рекомендую рассмотреть на покупку индекс доллара с целью на пробитие сопротивления локально в районе 105,7 и выше. То есть если будем рисовать лонговые перекрытия локальные, можно будет дальше работать в лонг, в сторону краткосрочной лонговой тенденции, в сторону защитного импульсного движения слева от 7 марта, от поддержки 104,1, которая у нас образовалась за последние несколько торговых дней по данному инструменту. Давайте посмотрим новозеландский доллар по новозеландцу. На самом деле неплохая торговая ситуация для дальнейшего снижения. Друзья, я напомню, что в прошлый раз, на прошлой неделе я рекомендовала открывать публично шорты, шорты по NZDUSD. Прошлый понедельник рекомендовала открывать шорт от уровня сопротивления откатного в районе 0,62,40. После перекрытия шортового, которое у нас произошло в четверг, 2 марта и пятница, у нас подтвердило актуальность этого перекрытия. Защитное трендовое движение слева по NZDUSD помогло моему прогнозу замечательно отработаться. Уже с открытия понедельника мы с вами увидели неплохое локальное снижение. Тем не менее, вторник показал уверенный шортовый пролив вниз с пробитием минимумов прошлого месяца, с закреплением ниже. И после этого мы видим локальный набор позиций, локальную консолидацию в рамках этого шортового пролива от 7 марта. Поэтому основное направление по NZDUSD продолжаем работать на снижение от сопротивления зеркального 0,61,50. Также обращаем внимание на максимум пятницы. Это тоже для нас сейчас откатный уровень сопротивления 0,61,80. То есть, в принципе, какая зона себя будет больше подтверждать, вот этой зоной будем работать на снижение. Если смотреть локально, локально себя пока подтверждает первая зона, то есть максимум четверга. В пятницу у нас на эту зону была реакция вниз, закрепились ниже и плюс усиление зеркала. То есть, в принципе, пока вот первая зона показывает свое подтверждение, если, допустим, еще будем уходить на какую-то локальную коррекцию наверх, на донабор позиций, в таком случае нужно будет ждать перекрытия шортового, потому что образуется поджатие наверх. Пока то, что я сейчас вижу, я вижу удержание локальной зоны сопротивления 0,61,50. Я вижу подтверждение этой зоны, я вижу шортовые перекрытия, которые у нас прошло 7 марта, в сторону защитной трендовой тенденции краткосрочной, которая у нас сформировалась с начала месяца февраля, поэтому основное направление это шорты. Поэтому рекомендую открывать продажи по НСД и УСД, соответствующую точку входа ждем на часовом таймфрейме и работаем в сторону тренда с целью на пробитие поддержки в районе 0,61 и с целью на обновление минимума в текущего месяца и ниже. Евро-доллар, давайте посмотрим. Ну, ребят, по евро сейчас на самом деле ситуация немножечко такая неоднозначная, так же, как и у нас было в прошлый понедельник, кстати говоря. То есть в прошлый понедельник я тоже рекомендовала открывать продажи по евро, но немножко мы находились в таком поджатии локальном наверх. То же самое происходит сейчас на самом деле. Если смотреть по факту, то если анализировать дневки более глобально, то все-таки я основное направление по евро рассматриваю продажи. Почему продажи? Ну, потому что есть у нас защитное движение слева, импульсное, которое прошло в феврале месяца, началось в феврале, продолжилось в феврале довольно уверенно. Я напомню, что еще ранее вот этих хороших накоплений по евро я рекомендовала открывать продажи, но тем не менее сейчас текущая картинка. Что мы здесь видим? Мы видим защитное движение слева, мы видим коррекцию до сопротивления 1,0690, мы видим удержание данного коррекционного уровня сопротивления и, что примечательно, импульсную реакцию вниз от этой зоны сопротивления 7 марта. У нас прошла реакция импульсная вниз, которая показала, что не пускают медведи цену выше, то есть быки не могут двинуть цену выше данной откатной зоны сопротивления. Это значит, что медведи в тренде, медведи еще в силе, продавцы готовы дальше давить цену вниз по евро, поэтому я считаю, что вот это движение наверх, которое у нас произошло в четверг-пятницу на прошлой торговой неделе, это была коррекция до набора торговой позиции, откатное такое коррекционное движение в рамках пролива вниз от 7 марта. Поэтому основное направление по евро продажа, вот сопротивление 1,0690, ключевой консолидационный уровень сопротивления. Если, ну, момент, нам нужно, чтобы перекрыли поджатие. Если мы сейчас поджимаемся наверх, точки входа в шорт нет. Вот это главный момент, который вы должны понимать и учитывать по евро-доллар. Нам нужно шортовые перекрытия, хотя бы на часовом таймфрейме, шортовый импульс вниз, и тогда можно будет работать на снижение. Кстати говоря, вот там моя торговая рекомендация прошлая по евро неплохо себя отработала, то есть мы удержали, удержали вот эти максимум ключевые 1,0690 сопротивления. На H1 показали здесь шортовые перекрытия, то есть во вторник здесь была точка входа на продажу, и замечательный пролив вниз по евро-доллару мы с вами увидели 7 марта. Поэтому моя предыдущая торговая рекомендация в шорт себе шикарно отработала. Сейчас же рекомендую присмотреться к евро на продажу, но опять-таки, ребят, момент с перекрытием шортовым. Ждём перекрытия, тогда можно будет шортить. Пока находимся в небольшом поджатии, пока мы находимся в небольшом таком локальном лонговом движении, но тем не менее, вот пятница у нас показала неплохую реакцию на сопротивление. На H1 уже есть неплохой такой импульс вниз. Если этот импульс будет подтверждаться с понедельника в виде консолидации либо в виде движения в обратную сторону с перекрытием, в таком случае дальше работаем на снижение. В любом случае, точки входа будут в моём закрытом канале. Точки входа также буду дублировать и в своём открытом канале Мария Кухта Трейдер. Ребят, если вы ещё не подписались, подписывайтесь. Здесь я очень часто дублирую как торговые идеи, так и апдейты по своим публичным прогнозам. Поэтому подпишитесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер и будете получать апдейты по сегодняшним моим прогнозам, по сегодняшним моим идеям по рынкам. Поэтому вот такой момент по евро, на который мы с вами должны обратить внимание обязательно в своей торговле. Такое правило, что если рынок поджатий, я не шорчу. Все мои ученики знают, что это такое, почему это нужно, но зачем это нужно использовать в трейдинге, потому что на самом деле для того, чтобы открыть сделку, нам нужно по максимуму подтверждение. Если рынок поджатий, это значит, что рынок ещё имеет шансы уйти наверх, имеет шансы уйти в сторону поджатия. Поэтому чтобы такого не было и чтобы не попадать на такие стопы, для этого мы ждём перекрытия в шорт, желательно дневного, но можно и локального часового подождать в моменте с подтверждением, соответствующий торговый паттерн на локальном часовом таймфрейме ждём, и открываем торговую сделочку в шорт. Поэтому евро-доллар шорты с целью на пробитие поддержки текущего месяца и прошлого месяца 1.0540 поддержка ключевая и ниже. Если будем данный уровень поддержки пробивать, все шансы для того, чтобы двигаться вниз по евро у нас образуются, потому что сейчас у нас нет никакого лонгового перекрытия. Если даже и рассмотреть движение наверх как возможность какого-то импульсного перекрытия, то это только в том случае, если оно потом будет подтверждаться. То есть любое движение на рынке для того, чтобы иметь характер перекрытия, иметь значение перекрытия, нам нужно, чтобы его потом подтвердили. Движение нужно, чтобы подтвердили. Сейчас у нас защита только в шорт, то есть только шортовые движения подтверждаются. Подтверждаются в виде консолидации такой амплитудной. Вот эта амплитудная консолидация имеет в себе несколько элементов. Движение в обратную сторону с перекрытием 1, движение в обратную сторону и со вторым перекрытием, который я ожидаю. Вот такой формат анализа текущей ситуации по евро. Ребят, прошлая идея замечательно себя отработала в шорт. Мы достигли поддержки и сейчас доформировываем торговую позицию на продажу по валютной паре евро-доллар. Фунт-доллар давайте посмотрим. Но на самом деле фунт-доллар, ребят, такая амплитудная у нас здесь происходит консолидация, потому что какой импульсный пролив был 7 марта во вторник, такой же и потом рост мы с вами увидели 9 и 10 марта, четверг, пятницу на прошлой торговой неделе. То есть довольно сильный импульс наверх, но тем не менее. Смотрите, если посмотреть более глобально на дневном таймфрейме, мы с вами видим уверенное шортовое давление. Мы с вами видим уверенное зажатие цены вниз на дневном таймфрейме по валютной паре фунт-доллар. Более того, есть реакция на тот же уровень сопротивления 1,2060, который я обозначила на прошлом обзоре понедельник. Этот же уровень мы подтвердили. Есть реакция на него, давление шортовое на дневном таймфрейме, защита импульсная, это проливы вниз по фунту, которые были в начале месяца февраля, и плюс дополнительные локальные такие давления, и основное ключевое давление от 7 марта мы с вами видим по данной валютной паре. Поэтому рекомендую продолжать работать на продажу по фунт-доллару, но тот же момент, что и с евро, ребят, тот же момент с поджатием. Видите, есть еще небольшое такое локальное поджатие наверх. Его нужно сломить, его нужно перекрыть. Все-таки считаю, что достаточно будет и перекрытия часового, то есть перекрытия локального на мелком часовом таймфрейме. Почему? Да потому что уже понедельник мы с вами можем увидеть импульс вниз. В таком случае, смотрите, какой наш сейчас алгоритм действий по фунт-доллару. Первый вариант – это ждем локального перекрытия на часовом таймфрейме. Заходим на продажу после паттерна часового, стоп-лосс выставляем за максимум пятницы примерно на ценовую отметку 1.21.20. Можно, конечно же, выставить стоп-лосс 1.21.50. Это у нас будет уже отмена шортового сценария. Если эту ценовую зону будем пробивать, закрываться выше, у нас произойдет отмена шортового сценария по фунту. Это первый вариант, который вы можете использовать в своей торговле. То есть ждем локального перекрытия, открываем шорт. Второй вариант – ждем дневного перекрытия, импульс вниз на дневном таймфрейме. Потом откатная дневочка после него, которая будет подтверждать это шортовое перекрытие. И в таком случае дальше можно будет работать на снижение в сторону давления, которое у нас произошло в феврале месяце, продолжилось в марте, и в сторону импульсного пролива вниз от 7 марта. И с целью на пробитие поддержки, поддержки в районе 1.18.25. Это ценовая зона, которую смогли удержать быки и ниже которой не пустили цену. Поэтому такое сейчас у нас направление по фунт-доллару. Такие вот моменты основные я вижу сейчас по данной валютной паре. Да, ребят, ситуация сложная на самом деле, потому что вот если сравнивать с предыдущей ситуацией прошлого понедельника, да, у нас здесь замечательная отработка произошла, мои публичные торговые идеи на продажу, то сейчас мы уже находимся в таком более, скажем, более амплитудном поджатии наверх, более амплитудной есть реакция наверх. Вот эта реакция, что у нас была в прошлой, на прошлой неделе, в пятницу, 3 марта, она была такая небольшая, локальная, внутренняя. А сейчас же у нас произошла реакция с пространством, то есть импульс вниз, импульс наверх пространства. Поэтому обязательно ждём перекрытия, обязательно ждём подтверждающих моментов для возможности открыть продажи, и только в таком случае будем работать на снижение по фунту. И металл ещё давайте посмотрим, начнём с серебра, ребят. На самом деле серебро неплохо сейчас подтверждает шардовые направления, шардовые движения, которые у нас произошли в месяце феврале, которые продолжились в марте, откатная зона сопротивления 20.80, не опустили цену выше данной отметки, не смогли быки прорваться выше. То есть пятница, максимум пятницы, это для нас сейчас локальный уровень сопротивления, на который стоит обратить внимание уже с понедельника. Обращаем внимание на реакцию на этот уровень, на эту зону. У нас есть защита шардовая импульсного 7 марта, у нас есть защита плюс трендовая, краткосрочный тренд, который прошёл в феврале. У нас есть давление на дневном таймфрейме, всё это позволяет определить дальнейшие шардовые направления по серебру. Поэтому шарты рассматриваю, шарты с целью на пробитие консолидационной поддержки в районе 19.95-20.00 и ниже в сторону краткосрочной тенденции, которая у нас сформировалась за последние полтора торговых месяца по данному металлу. Золото. Давайте ещё посмотрим. Ну, по золоту, ребят, на самом деле, вот золото — это тот момент, который сейчас должен быть вне рынка, но я всё-таки золото проанализирую в силу того, что многие интересуются этим металлом, многие меня спрашивали мою позицию по золоту. Сейчас я её озвучу. Ребят, пока я придерживаюсь того, что мы всё-таки находимся ещё в давлении, в давлении шартовом по золоту. И допускаю вариант, что движение наверх, которое мы видели в начале марта и которое мы с вами видели в конце прошлой недели, в четверг-пятницу, это движение, это коррекция, коррекция в рамках давления. Даже если вы посмотрите более глобально на дневном темп-фрейме, мы с вами можем увидеть вот такое ещё довольно сильное шартовое давление на графике. Поэтому если не подтвердят импульсный рост, который у нас прошёл в четверг-пятницу, если не произойдёт подтверждение лонгов, если нарисуют шартовое перекрытие, дальше будем уверенные продажи показывать по золоту. Поэтому пока я лонгов не вижу. Если говорить о шартах, смотрите, чтобы открывать шорт, нужно ждать импульса вниз, обязательно. Вот это тот случай, когда нужно ждать обязательно дневного импульса, не часового, то есть не так, как по фунту и по евро. Потому что по фунту и по евро мы сейчас ещё находимся в давлении сильном на дневках. Золото уже пытается как бы это давление пробить. Здесь есть такое параболическое закругление на дневном тайм-фрейме. Видно реакция наверх, такая импульсная сильная. Но, тем не менее, всё-таки я склоняюсь к тому, что дальше мы нарисуем шартовое перекрытие по золоту. Но смотрите, в чём основной нюанс, который нужно здесь понимать. Сейчас мы перекрытие не видим, да, поэтому мы сейчас не рынка. Будет импульс вниз, будет подтверждение этого импульса в виде хотя бы одной откатной дневки, будем шартить. Можно ли покупать? Нет. Почему? Потому что нет подтверждения лонгов. Нет защиты для покупок. Вот этот импульс, который прошёл на прошлой неделе, он не подтверждён. Он сейчас никакой информативности на графике не несёт. Да, это импульс, это импульсный рост. Если этот импульс потом будет подтверждаться в виде либо консолидации, либо в виде движения в обратную сторону с перекрытием лонговым, в таком случае хорошо будем открывать покупки. Смотрите, значит, в своём открытом канале обязательно сделаю апдейт по золоту, потому что, как я уже сказала, многие меня спрашивали по данному металлу, мою позицию. Если будет точка захода, если будет точка захода по золоту, я напишу в своём открытом телеграм-канале. И также будут получать подписчики в моём закрытом канале от меня сигналы соответствующие. И пока точки входа нет, пока вне рынка, но направление всё-таки рискну определить как шорты. Шорты от сопротивления максимума пятницы, 18-70 уровень сопротивления после перекрытия. Перекрытие будет, подтверждение перекрытия, можно будет работать с шорт. Я думаю, я чётко озвучила свою позицию по данному металлу. Значит, если будем уходить на продажу, то, в принципе, все предпосылки для того, чтобы пробить поддержку 18-10 и дальше двигаться вниз у нас образуются по золоту. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня всё. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер для того, чтобы получать регулярно от меня хорошие торговые идеи по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я рассматриваю как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серийовый рынок. Все рынки рассматриваю с позиции своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, которую я разработала уже за почти 10 лет торговли, то есть больше 9 лет я в трейдинге, занимаюсь трейдингом, торгую и работаю в этой сфере. Поэтому за это время я наработала свой подход к анализу рынка, свое понимание рынка, если вам оно интересно. Вы можете записаться ко мне на курсы обучения, и все основные моменты, все основные необходимые знания я вам передам. Все, что нужно будет для понимания графика, для того, чтобы просчитать графики и, соответственно, на этом зарабатывать. Также напомню о том, что вы можете подписаться на мой открытый телеграм-канал, как я уже сказала, Мария Кухтотрейдер. Здесь вы будете получать, во-первых, вовремя мои видеообзоры также, то есть здесь я дублирую свои видео. Здесь я делаю апдейты по своим публичным прогнозам. Здесь я показываю сделки своих учеников. Здесь я показываю свои торговые идеи с закрытого канала. Здесь ребята получают неплохой материал для трейдеров, как новичков, так и для опытных трейдеров, потому что вы можете по этим графикам, по этим скринам, которые я делаю, которые я анализирую и показываю, можете учиться и, скажем, понять мой подход к анализу, к трейдингу и к пониманию рынка. Поэтому не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал, что вы можете показать, что вы можете показать, что вы можете больше хороших торговых идей от меня, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал и получайте хорошие торговые рекомендации от меня по основным финансовым инструментам и соответствующее сопровождение. Поэтому я также хочу сказать, что на моем ютуб-канале 10 марта вышел разбор моих публичных предыдущих торговых идей, а также идеи закрытого телеграм-канала, очень подробно все рассматривала. Принципы отбора точек входа по ТСС защитный трейдинг. Ребята, если еще не смотрели, посмотрите. Очень много интересных моментов рассказывала. То есть все идеи, которые давала как публично, не постфактум, так и в закрытом телеграм-канале, я разбирала и анализировала. Поэтому можете посмотреть и сами для себя можете делать выводы. Ну что ж, у меня на сегодня все. Если вам понравился обзор, не забывайте поставить лайк, не забывайте ставить свои реакции, задавайте комментарии, если они у вас есть. Вернее, вопросы, если они у вас есть. Комментарии также пишите. Жду от вас вопросов по инструментам. Пишите, какие вы бы хотели инструменты, чтобы я рассмотрела в следующем обзоре. Обязательно это сделаю. Напишите свои вопросы по рынку. Также жду от вас фидбэка, комментариев, реакции. И спасибо и благодарна за ваши предыдущие реакции, предыдущие комментарии. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до новых встреч.